Всем привет, меня зовут Самый Хин Иван, я работаю старшим инженером данных компании Sibur Digital. И сегодня я расскажу про проект, которым я занимаюсь последние два года или чуть больше, который называется фреймворк управления детальным слоем хранилища данных. Данный доклад будет полезен не только пакин-разработчикам, а вообще в принципе всем разработчикам, которые решают такого рода задачи, потому что посвящен в первую очередь архитектуре нашего решения. И отвечать на вопрос, вообще для чего делать фреймворк в первую очередь. Так, ну давайте для начала я повторю то, что сказала Настя. Я сегодня представляю Data Office компании Sibur Digital, которая входит в холдинг Sibur, который в свою очередь входит в топ-5 нефтехимических производителей по миру. Data Office в свою очередь занимается агрегацией и предоставлением данных бизнес-пользователям, чтобы те по этим данным строили те или иные решения. Такой подход называется Data Driven подход, когда все решения по реализации продуктов основаны на принятии решения на данных. Мы этот подход начали использовать где-то с 2017 года. За это время было реализовано большое количество различных цифровых продуктов, эффекты которых достигает более 8 миллиардов рублей в год. Для того, чтобы предоставлять данные пользователям, которые будут решать, что делать с этим дальше, у нас построена такая вот схема движения данных. Данные рождаются на источниках, здесь красная рамка на данном слайде. Источниками, вот как Настя уже опять же сказала, являются в том числе и большие цифровизированные заводы. Объем данных колоссален. Представьте себе ежесекундное обращение какому-то датчику на какой-то там производственной линии, который присылает до десятков раз в секунду изменение своего состояния. Все эти данные мы собираем с помощью ETL, ELT-инструментов, зеленая рамка на данном слайде. Кладем к нам в хранилище данных, фиолетовая рамка на данном слайде, где также данные продвигаются в сторону дашборда, где визуализируются. И в конечном итоге предоставляются бизнесу, который принимает какие-либо решения. Ну и давайте вернемся к теме сегодняшнего доклада. Все-таки доклад про фрэлл. Для чего вообще он оказался нужен? Вообще для чего такую масштабную работу надо было начинать? Для этого мне опять же необходимо посвятить вас в то, как устроено наше хранилище данных. Оно у нас разделено на три основных слоя. Это стейджинг, куда приземляются сырые данные с тех же самих доводов, в том виде, в котором они там родились. Стейджинг — это буфер STG, в данном случае. Это буфер, откуда данные будут удаляться со временем. А УДС — это слой, где данные остаются навсегда. То есть слой состеризации. Полная история всех изменений здесь хранится. Вторая часть хранилища — это корр-слой. В данном случае здесь данные уже раскладываются по полочкам. В данном случае полочками выступает бизнес-сущность. То есть у нас есть целая команда архитекторов данных, которые определяют те сущности, которыми пользуется бизнес. Ну, допустим, просто данные, которые описывает завод. Его руководитель, название, там, все что угодно. Бизнес-сущность, которая описывает ресурсы, которые этот завод производит. Бизнес-сущность, которая там, в которой страна, в которой этот завод находится, город и так далее. Вот. Это фактически вот такие вот домены данных, по которым эти данные с сырого слоя раскладываются по полочкам. Для чего это делается? Ну, для того же, для чего в регистратуре в поликлинике, вы знаете, там лежат все истории болезни по буковкам, чтобы быстрее обращаться к данным. Слой, в свою очередь, тоже делится на два подслоя. Это пред-ДС, где происходит некая такая агрегация данных, трансформация, если надо, там, транспорнирование какое-то. И сам ДДС, это вот как раз тот самый слой, где все лежит по полочкам. Конечной частью нашего хранилища является витрины, слой Маркс. Это уже слой, откуда именно бизнес забирает данные, чтобы ими пользоваться. Здесь фокус на скорости предоставления данных и на их качестве. И, в общем, мы начали строить такого рода хранилища в какой-то момент времени и столкнулись с целым рядом проблем, о которых я сейчас расскажу. Для начала расскажу, как у нас, в общем, в принципе устроена работа. У нас есть целый ряд проектных команд. Каждая команда занимается развитием своего собственного продукта. И в рамках этого продукта есть необходимость как раз для предоставления данных. То есть фактически у всех заложена в бюджет необходимость использования хранилища. Всем нужно проработать доставку данных в хранилище, протянуть через него данные и предоставить эти данные пользоваться. И тут начинается первая концептуальная проблема, что не каждому бизнес-аналитику возможно объяснить, зачем ему тратить столько денег на то, чтобы положить данные на тот же самый детальный слой. Зачем ему сделать какую-то надо бизнес-модель, что-то там описать, если ему кажется, что мы положили данные в хранилище, оттуда достали и все, используем. Но опять то же самое. То есть мы это делаем для того, чтобы в дальнейшем ускорить все процессы, чтобы они были налажены, чтобы данный маркет был максимальный. И это как раз первая проблема. И она еще больше, скажем так, замечается, когда сам даже разработчик этой проектной команды не сам этого понимает. Отсюда появляются проблемы, что разработчик, не понимая задачи, которую он делает, начинает делать велосипеды. И происходит следующее. Мы начали это все делать, все эти проектные команды начали тянуть какие-то данные в детальный слой, и появилось огромное количество уникальных решений различных, в том числе и на питоне, и на чем угодно, которые непонятно, как поддерживать. То есть проектная команда сдала проект на поддержку и ушла. Что они там творили? Что там за велосипед? Попробуй разберись. Что-то сломалось, ты никогда этого не сделаешь. Огромные деньги уходили на поддержку. Вторая проблема, что вот опять же я рассказывал про логическую модель данных, она описана, в нее приходит разработчик, смотрит на нее, и каждый разработчик понимает ее по-своему. То есть фактически один говорит, ну, сколько людей, столько и мнений. Один там решил, что вот эти вот свойства надо, затащить в детальный слой, другой решил, что не надо, ну и начинается чехарда. А иногда и проскакивают серьезные и довольные ошибки. Мы это заметили в какой-то момент, начали попытаться все изменить, попытались все починить, а поняли, что уже поздно. Потому что фактически детальный слой, это тот самый фундамент, который используется для предоставления данных бизнесу. И в нем было колоссальное количество ошибок, которые изменить уже было нельзя, потому что данные, которые предоставлены бизнесу, ну, ими уже пользуются. То есть если мы полезем фундамент, мы все нарушим, все процессы. И последнее, самое такое, скажем так, главная проблематика в том, что те данные, которым начал пользоваться бизнес, имели низкое качество. Как пример, вот, например, две проектные команды тянут данные по одному и тому же заводу. Одни тянут какие-то данные, в которых завод называется с низкой, с маленькой буквы начинается, а другие с большой. И в итоге на конечных дешкордах мы видим два, ну, две суммы, там, денег, сколько эти заводы заработали, хотя завод-то один. Но это самый банальный пример, с которым мы вот сталкивались. Естественно, что происходит дальше? Бизнес, глядя на это все, он понимает, что, а зачем мне вообще платить за это деньги? Ну, то есть, зачем мне платить, если результат все равно некачественный? Вот изначально, то есть, о чем я говорил, вот эта концептуальная проблема, что ты сначала убеди это все сделать, а потом они придут и скажут, что это и так не работает, я ничего делать не буду. И получалась следующая проблема, что люди просто перестали пользоваться детальным слоем, перестали нести в него решение и начали строить решение над сырым слоем. И казалось бы, ну, и ладно, подумаешь, там, увеличилось время в разы. Поставьте решение по бизнесу, бизнес сам платит, подумаешь. Но началось следующее. Умные разработчики из проектных команд, они, глядя, вот, у них надо, им нужно решить задачи, им надо предоставить данные, надо их загрузить в хранилище, а потом их оттуда достать. Они смотрят и думают, а вот почему бы мне сразу на сыром слое не создать такие таблички, из которых будет быстро джойнить? То есть, ну, мне вот, я просто там нормализую как-то данные, и мне станет удобно. Они начали нарушать концепцию сырого слоя. Это бы повлияло еще на большее количество уникальных решений. Проектные команды просто захлебнулись в какой-то момент, и хотели с ними разбираться. Мы на все посмотрели, поняли, что без детального слоя мы жить не можем, провели работу над ошибками, и определили для себя следующий набор задач, которые необходимо нам решить, чтобы он заработал. Первое — это зафиксировать методику преобразования логической модели данных в физическую модель данных. Ну, то есть как раз, чтобы не было вот этой додственностью взгляда на логическую модель, чтобы каждый разработчик, просто пользуясь инструментом, всегда из одной и той же логической модели для одной и той же бизнес-сущности создавал одни и те же таблички на детальном слое. Вторая проблема — это унифицировать и зафиксировать алгоритмы загрузки в детальный слое. То есть, опять же, чтобы не было кучи велосипедов, то есть, чтобы никто не придумывал кастомные решения, чтобы мы все могли контролировать. То же самое сделать необходимо с витринами, которые строятся на детальном слое, чтобы, ну, практически, так как мы знаем всю структуру, мы можем и автоматизировать предоставление первичных данных пользователям. Они уже могут там как-то с ними работать, но первичные данные мы можем им поставить, то есть данные деморомализовать. И последняя задача, которую мы для себя поставили, это автоматизировать подготовку сырых данных, сырого слоя, которые будут забираться в детальный слой. Эта задача возможна, потому что все данные в нашем хранилище описаны в каком-то виде, то есть какая-то есть гигантская таблица на 100 колонок, и в каждой колонке описание, что в ней лежит. Поэтому мы заранее используя эту информацию, можем заранее понять, что на какую полочку нам нужно положить, автоматизировать этот процесс. Вот такую вот задачу мы себе поставили, ну, естественно, решением первым, которым мы определили, что это все надо упаковывать в код, мы начали это решать. Как мы это решали? Все вот эти задачи превратились в четыре свойства, которым должен отвечать наш будущий фреймворк, наш будущий сервис. Он должен в себе хранить зафиксированную методологию преобразования логической модели данных к физическую модель данных, он должен хранить в себе унифицированные алгоритмы загрузки данных, он должен предоставлять данные пользователям, и позволять автоматизировать сбор сырых данных для переноса их на детальный слой. У всех этих задач есть одно общее. Для их решения нам нужна, в первую очередь, логическая модель данных. Не важно, где она находится, в Excel, в какой-то кто-то ее ведет, в какой-то базе данных, в какой-то REST API для него предоставлены и так далее. Нам нужно эти данные оттуда достать, как-то их структурировать и ими пользоваться. Для этого был реализован DDS Logical Model, такой вот мини-сервис, который фактически этим и занимался. Он ходил на удаленный сервер, скажем так, оттуда доставал данные, упаковывал их в структуру под названием LMD, которая являлась результатом работы этого модуля. Фактически, получив логическую модель данных и определив для себя набор даже так, правил, по которому логическая модель должна преобразовываться в физическую модель данных, мы можем упаковать эти правила также в код. Мы это сделали с помощью модуля DDS Physical Module, который на выходе фактически имеет структуру, класс, объект класса BMD, в котором лежит набор мелких структур под названием DDS Table. Ну, это фактически описание тех табличек, которые нам нужно собрать на нашем детальном слое. И таким образом решается первая из поставленных задач. Нам необходимо получить логическую модель, получить физическую модель, эту физическую модель в виде структуры передать в какой-то SQL-генератор, в каком-то виде у нас все существующий, и из этого SQL-генератора мы получаем SQL-ки, которые мы применяем над базой данных и создаем те самые необходимые нам объекты в детальном слое. Ну, и в коде это выглядит следующим образом. Опять же, получили LMD, получили PMD в каком-то виде, получили скрипты. Первая задача в данном случае решена. Следующая задача, которую мы решали, это была унификация алгоритмов загрузки данных. Для этого был сделан дополнительный модуль DDS Load Algorithms, который выглядит по структуре следующим образом. В нем есть факта, который фактически возвращает набор объектов класса алгоритм, а сами алгоритмы уже описаны заранее в Python-коде. То есть, в зависимости от того, какой алгоритм тебе нужен, ты это указываешь в карт-фиге и на выходе получаешь необходимый алгоритм, необходимый набор шагов, который необходимо сделать для того, чтобы загрузить данные в детальный слое. Этот объект класса алгоритма передаем также в свой генератор и на выходе имеем необходимый нам набор из-под также показывают как в прошлый раз, что необходимо получить ЛМД, получить ПМД, получить набор алгоритм. Автоматизация предоставления данных пользователю. Задача максимально похожа на предыдущий. У нас есть и по структуре сам полученный модуль похож, и то, что он делает тоже абсолютно похоже. Есть набор шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы получить данные из детального слоя и положить их на слой маркс. Создать объекты и туда их положить. Для этого был сделан модуль DDS Fasades. Fasades это кодовое слово автоматизированных витрин. и фактически также мы имеем факту, который возвращает объект класса фасад и набор этих фасадов при необходимости ты указываешь какой тебе нужен и модуль возвращает тот самый тип этого фасада. Абсолютно та же самая работа. Получить логическую модель, получить физическую модель, получить объект фасада, получить SQL script. Ну и последняя задача, которую мы здесь определили это автоматизация сбора сырых данных и переноса их на детальный слой. Также решалась с помощью отдельного модуля. Здесь отличием от предыдущих является то, что ему так же как для модуля DDS Physical Modules нужно передавать именно логическую модель, в которой хранится информация о том, в какой части сырого слоя лежат необходимые связанные с логической моделью данные. Только у PMD мы строили структуры для детального слоя, а у RPMD, который является результатом работы этого модуля, мы получаем структуры сырого слоя. И используя эти структуры, мы также можем получить необходимые нам SQL скрипты, которые будут использованы для того, чтобы собрать данные и переместить их на детальный слой. Результатом всей нашей работы был как раз такого рода фреймворк, где использованы все эти модули, они абсолютно между собой независимы. В данном случае DDS Remote PMD, DDS Lot Algoritim, DDS Facades, что позволяет как раз-таки конечному пользователю, используя набор предоставляемых инструментов, решать поставленную перед ним задачу, то, для чего придуман фреймворк. Что у нас получилось в итоге? С использованием данной библиотеки, данного фреймворка, была построена целая экосистема управления данными. изначально изначально мы планировали, когда только задача планировалась, скажем так, мы думали, что мы создали библиотеку, которая просто там, юбилитер-тетрадки будет пользоваться тот или иной пользователь. Он будет создавать себе с ними такие скрипты и применять их на нашем хранилище. Подумав, подумав, мы решили, а зачем нам это надо, давайте мы сами будем этим всем управлять и написали целую эту систему, в которую входит набор проектов, которые выполняют подготовку этих самых скриптов, отвечают за их тестирование, если что-то не так, отвечают на как раз-таки применение изменений на детальный слой. Набор проектов, которые хранят в себе метаинформацию, необходимую для как раз-таки управления этим связью и процессом. Ну, в какой-то момент времени нам необходимо получить структуру детального слоя в моменте, чтобы сравнить с тем, что у нас едет прямо сейчас. набор проектов, которые позволяют между собой это все связывать, взаимодействовать, утилит. Набор проектов конфигурации. Это как раз то место, где уже работают проектные команды, где они описывают с помощью различных конфигов необходимые логические объекты, которые нужно приземлить на детальный слой и загрузить в них данные. И часть проектов по оркестрации, то есть те алгоритмы загрузки, которые мы создали, их ими нужно управлять. Нужно запускать в конкретном порядке. Сначала одни объекты загрузить, потом другие, потом третьи. Что получилось в итоге? Таким образом, создав вот эту систему, мы в первую очередь убрали рутинные задачи, которые должны были делать разработчики проектных команд. Это колоссально повысило скорость разработки. Это убрало под капот все то, с чего я начинал. Нам не нужно больше доказывать всем, что вы должны выделить еще кучу денег на то, чтобы положить данные в детальный слой. Это все теперь делается с помощью мини-конфигов, скажем так, описанных где-то документацией. Ну и самое главное, это уже для нас, как для проектной команды, скажем так, что это значительно повысило устойчивость самого детального слоя. После применения всех вот этих вот, всей этой работы с той ситуацией, в которой мы столкнулись ранее, больше не произойдет. То есть от детального слоя уже отказаться нельзя, потому что это вписан процесс и сломаться по-хорошему уже ничего не может, потому что все отестировано и все сделано. Что нас ждет дальше? Цель это полный перевод всех наших витрин в слое маркс на построение на DTS. На данный момент вот эта вот большая логическая модель, которой пользуется бизнес, включает в себя 500 различных логических сущностей. Страны, предприятия, все что угодно, бизнес-сферы, дирекции, что только они придумывают. Сейчас она огромная, включает 500 логических сущностей. На данный момент мы приземлили всего 30. В следующем году нас ждет гигантская работа, потому что приземлить остальные 470. плюс. При этом количество витрин построенных на DDS, на ODS, сейчас больше тысячи. То есть уже очень продолжительное время люди пользуются этим подходом. Наша задача перевести все на построение на DDS. Сейчас построено всего 30 по количеству поднятых логических сущностей. Ну и нас ждет колоссальная работа в следующем году. Спасибо за внимание. вопрос. Спасибо большое вам за доклад. Тут вообще хорошо, что я начал. Первый вопрос. Как сотрудник нефтяной компании «Газпромнефть» могу соответственно сказать, что работа прямо ощутима. у нас такого нет. Мы бы прямо сказать, хотя тоже работы велись. У меня пара вопросов. Первый. Вот там была такая существительность как алгоритмы и было сказано, что можно выбирать, я сейчас говорю про именно преобразование данных на детальный слой, когда мы загружаем. И вроде как я понял из доклада, что можно выбирать один из готовых алгоритмов. Но это как фреймворк. Существует ли я увидел, что есть SQ-скрипты, то есть я так понял в качестве физической модели данных у нас реакционный баз данных SQ-SQ-L. Планируется ли как-то расширение, чтобы можно было например FI-использовать или другие хранирующие данные? По порядку. Первый вопрос. Да, абсолютно можно реализовать свой собственный алгоритм. Просто делается MR на фреймворк. С необходимым тебе алгоритм приходят опытные разработчики смотрят на это все, дают комментарии и при необходимости этот алгоритм добавляется в библиотеку и его можно вызывать уже в конечном get-flow алгоритмской by-step с указанием алфтайма необходимого. Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу перевода это куда-то на другие рельсы. Абсолютно нету, не вижу никакой проблемы, потому что как я уже сказал, везде используются структуры. То есть везде структуры просто передаются в конечном итоге в свой генератор. Можно поставить любой другой генератор и использовать любую другую. Спасибо. Это такое решение. Спасибо за доклад. Очень интересно, на каком уровне решаются процессы, например, дедупликация информации или репликации? Дедупликация информации в самом детальном слое организована за счет как раз написанных алгоритмов. То есть алгоритмы предполагают, сейчас скажем так, у нас есть часть алгоритмов, здесь описанных заранее, в которых в конце каждого шага, ну там набор шагов, которые необходимо выполнить. Создать какую-то вьюшку, положить данные на детальный слой и в конце каждого этого алгоритма, так как она выполняется в одной транзакции, выполняются проверки данных. То есть то, что кто-то не положил дубль или кто-то положил неправильный дубль или кто-то что-то еще сделал. Вот. То есть мы везде это зашили и дали возможность управлять этим пользователем. То есть если он хочет поставить проверки, поставить, не хочет, не поставит. Над этим всем еще есть сервис DQ, который у нас уже другая команда Data Quality, проверяет данные во всем детальном слое. Спасибо. Здравствуйте. Вопрос такой. Вы говорили, что пытались отказаться от детального слоя, но ничего не получилось. В связи с тем вопрос... Простите. Мы не пытались отказаться от детального Не пытались, но были такие идеи, в общем. Нет. Мы, наоборот, изначально планировали всегда использовать детальный слой, а то, во что мы пришли, то есть куда мы пришли, это проблема, о которой нам пришлось решать. Мы не могли от него отказаться никак. Ну, вопрос не в этом. Можно ли как-то вообще, есть ли такая возможность отказаться от сырого слоя, потому что его, как я понял, смысл просто перекинуть данные на детальный и вся основная заварушка уже начинается на детальном слое. Вот. Есть ли как-то возможно ли это сделать? Это очень хороший вопрос, потому что по поводу него у нас шли большие холивары с одним архитектором данных компании, что он предлагал отказаться от этого слоя, который похоронит полную историзацию. В каком-то очень далеком будущем вполне это возможно. То есть нам не нужна двойная историзация, нам не нужна историзация ОДС, не нужна историзация ДДС. Если мы можем просто положить, ну, буфер, грубо говоря, какой-то создать, тогда данные приземляются и сразу перекидываются по полочкам. да, это абсолютно верно. Это можно так сделать. На данном этапе мы не можем себе этого позволить, потому что у нас некуда довезти как такового. Ну, он есть, но его мало, скажем так. Просто о чем я говорил в самом конце. нас еще большая работа по его поднятию. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос такой, происходит ли получение новых данных на основе первичных данных? И если да, то как? Происходит ли сравнение умений? Получение новых данных? Да, ну, то есть, получается, здесь как раз-таки, когда мы получаем в AppStage слое, новые абсолютно данные, каждый день, ежесекунду прилетает какое-то изменение, прямо сейчас, все это работает, на данный момент. происходит какая-то загрузка данных в сырой слой, и вот у нас есть буфер, куда эти данные приземлились, и есть полная истеризация, и мы берем с полной истеризацией слепок, и сравниваем с тем, что к нам прилетело, и берем только то, что новое. Так это работает. Я имею в виду, что показания с датчиков на основе, как вы говорите, и какой-то новый промежуточный этап, то есть, для менеджеров или еще что-то, то есть, мы интегрируем что угодно, то есть, что нам придут, то есть, нам нужно загрузить что-то в наше хранилище, пусть это Excel, которые пишут те же самые менеджеры, мы и грузим. Хорошо, тогда более смешный вопрос, про реализационные данные, какой нормальной формы вам хватает? У нас тут есть шестая нормальная форма. Спасибо большое. У меня есть вопрос. Как автоматизирован процесс сбора данных? Это получается либо пользователи сами туда кладут данные, или это может быть из каких-нибудь датчиков постоянно снимается? Это вот источники, они абсолютно любые. Это датчики на заводах, это кто-то пишет Excel-ку с отчетом, это я даже не знаю, всякие растапи, агрегаторы информации. У нас есть эти инструменты зеленая рамка, в которые мы пишем конкретные решения под конкретные данные. То есть если нам нужно забрать откуда-то с какого-то растапи, пишем предложение, которое будет собирать с растапи. Если нужно какую-то Excel-ку загрузить, у нас есть специальное предложение для загрузок в Excel. Ну и так далее. Ну то есть например, с точки зрения тех же самых заводов, которые постоянно присылают раз в секунду опрашиваются и чаще. Здравствуйте, спасибо за доклад. Меня очень заинтересовала вообще вся эта система и мне стало интересно, а как тестируется такой огромный поток разнородной информации? То есть до того, как она попала в прот, как она тестировалась? Именно информация тестируется? Ну как, поток информации, попадающий в систему, как система с ней будет потом взаимодействовать? Не упадет ли ничего или пойдет что-то не так? Нам абсолютно все равно, что мы будем. То есть получается, что информацию, которую грузят к нам источники, мы доверяем на 100%. Нам сказали, что нужны данные какой-то Excel. Кто-то, какой-то менеджер в ней ошибся. Да и ладно. Ну то есть как бы эти данные попали в озеро. Потом мы эту ошибку увидим и исправим. Ну то есть эти данные все равно на себя останутся в озере. Кто-то ошибся, Иван, большое спасибо за доклад. У меня вопрос следующий. Когда речь идет о больших данных, тут сразу в голову приходят три кита. Это HDFS, Hadoop с своим мэмпредьюсером, ну и собственно Spark какой-нибудь. Ну еще Hive, например, GreenPlan, ну много чего. Скажите, пожалуйста, что заменяет из этого все ваш фриворк или с чем он работает, так скажем, в паре. Это первый вопрос, прошу прощения, их два. И второй, я вот вглядывался в архитектуру и немножечко не понял, у вас только пакетная обработка данных или еще и потоковая где-то присутствует? Вот и поддерживают ли ваш фриворк такие разные вещи? Я начну с конца. Потоковая у нас при приземлении данных на staging слой, то есть данные могут загружаться, в любом случае потоковая загрузка она всегда в маленьких частях батчер. Ну то есть вы в любом случае берете какую-то дельту, раз в пять секунд вы собираете набор сообщений. И где стоит эта граница, где это поток, а где это батчинг. То есть скорее всего просто по количеству сообщений. И мы все приземляем на staging слой в такой вот очень быстро, скажем так. А уже в рамках самого хранилища все движется по батчину. То есть мы собираем большие слепки, сравниваем их между собой и так далее. Вот. У нас само хранилище вот, например, это логически оно разделено. У нас в основном используется вертика базы данных. Вот. У нас есть HDFS, куда мы приземляем часть сырых данных. Вот. Мы используем какую-то часть там, чтобы рассчитывать эти данные на спарке. Вот. В данном случае сейчас функционал фреймворка ограничен именно на то, что мы из-за того, что, скажем так, 95% всех данных, которые у нас загружаются, у нас загружаются в вертику. Поэтому фреймворк в первую очередь сейчас реализован на работу с вертиком. То есть грубо говоря перенос данных со стейджинга на детальный слой 3DDS мнимый это S-Col именно работающий в самой базе данных. Планируется развитие, расширение фреймворка, за счет, как раз таки поднятие данных с HDFS, но это главный далеко идущий. Спасибо за доклад. Подскажите, а большие данные в объеме это сколько? Ну вот физически. У нас всего 170 терабайт все хранилище. Ну у нас 1,2 петабайта, вот рекомендую попробовать пластеризацию, когда будете расти. Спасибо. Здравствуйте, вопрос скорее всего просто придирка, но мне интересно, вот эта вот конкретная нижняя зона данных, которая поступает и никуда не уходит? Такое случается, потому что есть сейчас данные, которые не нужны на детальный слой, не нужно их туда перекладывать, допустим. Они могут быть использованы, допустим, для того, чтобы, ну, грубо говоря, как-то обрабатывать там фильтры, это может быть настроечная таблица. То есть, грубо говоря, для какого-то рабочего сервиса вам, ой, для какого-то сервиса, какого-то сервиса, необходимо где-то хранить конфиги. Не запрещается это положить эти конфиги в версию на удс-слой. Вы тут их загружаете и используете. Удобность в том, что, например, инженер данных, он может зайти в эту табличку, руками что-то подправить, и сервис уже в следующем своем запуске будет работать по-другому. Понял. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Вот у меня вопрос. Вы говорили, понимаете, что объем данных очень огромный. Вы говорили, что, допустим, те же самые датчики могут обновлять какие-то показатели до 10 раз в секунду и так далее. И вот вся эта информация поступает в ваш сервис и уже на core-слове обрабатывается. А вот какие решения позволяют эту информацию быстро обработать, вот этот объем огромный объем данных. Вот я слышал про полочки, чтобы было удобно к этой информации уже обращаться, ускорять. А вот именно сама обработка и нормализация данных может как-то на потоке разбивается или какие-то другие решения вы используете? Ну, опять же, возвращаясь к картинке, как это все работает, все данные приземляются автоматически в мега-сервисах на само хранилище и уже в самом хранилище мы поднимаем данные на данный слой. То есть это работают SQL-скрипты. В зависимости от того, как ты SQL-скрипт напишешь, хорошо или плохо, ускоряется скорость перекладывания этих данных. И там есть всякие хенты, которые позволяют как раз-таки повысить производительность этих перекладок. Спасибо. А вот, допустим, от источника данных до вывода данных на мониторинг сколько примерно времени, допустим, проходит? Если вы уже все поставлено, вы имеете в виду? Ну, допустим, вот в работе сервис когда вы... Нет, тут просто два подхода. Это когда пришел проект и говорит, мне надо, и сам проект может длиться месяц, когда они все настраивают. А когда уже все настроено, когда уже все прям льется. Ну, в течение суток у нас сейчас разрабатывается дополнительный проект аркестрации, который позволит нам пики на event метод. То есть нам приземлились данные в стейджинг и тут же по щелчку стали все запускаться пайплайны вперед. То есть фактически от приземления данных в хранилище до конечной витрины должно происходить не больше там часа. То есть какой-то SLM себе такой поставили. Сейчас это все работает на кроне и в зависимости от того, как этот крон настроил тот или иной разработчик. Ну, я там смотрю, где-то большая часть обновлений происходит посуточно. То есть в основном дейли стоят кроны. Понятно. Спасибо огромное. Спасибо. Вопрос такой. Касается логической модели данных. То есть я правильно поняла, что на логическом слое происходит трансформация в бизнес-сущности? Логическая модель данных это просто описание данных. То есть, грубо говоря, мы, например, бизнес говорит, мне нужно знать какой завод, в какой момент времени работы. И вот мы из этой фразы выделяем, что у нас мы работаем с заводами. И архитекторы данных идут в свой сервис и описывают, что у завода есть руководитель, есть название, есть описание, есть и так далее и тому подобное. То есть это отдельный сервис, который хранит эту информацию по описанию информации. А мы эту информацию используем для того, чтобы превратить их в таблички. Ну, насколько часто вот это представление, бизнес-представление, оно меняется и как оно влияет на дальнейшее представление витринок данных? То есть вот эта цепочка изменений как-то, как она протекает? Очень хороший вопрос. Происходит следующее. У нас, когда меняется логическая модель данных, у нас получается, что вот в старом виде у нас были гигантские проблемы. То есть получалось, что из-за того, что модель изменилась, это следовательно, у нас изменилась физическая модель детального слоя. Нам нужно все менять, надо все чистить, переделать, перерабатывать. Это гигантская работа руками. Как раз-таки фреймворк позволил эту проблему решить. Из-за того, что происходит изменение в логической модели постоянно, архитектором над этим работает, кто-то ошибся, кто-то увидел, что нужно еще чем-то расширить логическую модель и так далее. Вот эта вот работа ускорилась в разы. То есть получается, у нас мы изменили логическую модель, поменяли конфиг, который вот в конфигурации фреймворка, запустили pipeline и у нас пересобрался детальный слой. Да, спасибо, понял. То есть это решается вот изменением конфигура все. Да, и получается, что вот как раз-таки задача номер три, которая здесь, она вот для этого и сделана. То есть у нас фактически пересобрался детальный слой и мы пересобрали фасады. И фактически бизнес уже пользуется совсем свежими, совсем свежей структурой. Понятно, спасибо. Спасибо за доклад, очень интересный, опять же. Я услышал, что данные обрабатываются на стейджинге по кроне. То есть там условно каждую минуту или каждые пять секунд не думали сделать, ну, по триггеру, то есть чтобы данные прилетали и сразу же обрабатывались и переходили на следующий слой. Вот я как раз отвечал на отвечальный вопрос, затронул тему ордистрации. Вот у нас сейчас разрабатывается как раз-таки сервис, который управляет вот этой всей нашей когортой всех потоков, загрузки данных. И как раз-таки он и будет этим заниматься. Он будет, зная всю цепочку, которую мне необходимо запустить потоков, ну, там, каких-то сервисов, да, триггернуть. Он будет этим заниматься. Он будет получать информацию о том, что данные обновились, обновлять следующий. Получать информацию о том, что данные обновились, запускать следующий. И так до конца. Хорошо, понял. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Спасибо.